Ну и так, первоклашки, сегодняшний праздник, в первую очередь, конечно, их. И в эти минуты выстроились на торжественную линейку, а кое-где уже впервые сели за парты они. Лайв продолжает в прямом эфире наблюдать за самым первым днём жили маленькой москвички, в жизни маленькой москвички Ангелины, которая, что называется, в первый раз пошла в первый класс. Ну и вот, что интересно, у неё в школе, куда она пошла в первый раз, очень необычная столовая. И проект этой столовой создавали сами ученики. Подробности узнает, расскажет сейчас мой коллега, выходит с нами на прямую связь, Анастасия Тимоничева. Настя, ну, не терпится узнать об этой чудо-столовой, потому что я помню нашу школьную столовку, конечно, о ней рассказывать даже и не хочется. Да, Лев, приветствую тебя. Для меня тоже стало это сюрпризом на самом деле, потому что в этой гимназии 1409 в Хорошевском районе, кажется, нашли ответ на вопрос, как заставить детей есть, да ещё и с удовольствием. Ну, в чём главная фишка? Что они попытались превратить столовую в настоящее кафе. И вот на самом деле здесь, даже если судить по представленным продуктам, потому что как выглядят здесь витрины, действительно напоминает кафе. Ну вот вспомните, вот эти всякие пироженки, которые в кофейнях постоянно, кексики. Вот в таком виде всё здесь и стоит на витринах. И даже коктейли молочные упакованы вот в такие стаканчики с трубочками. Всё именно стилизовано под кафе, и при этом такие приемлемые цены. Вот, например, вафли есть, да, тоже многие их вспомнят. Они часто бывают во всяких торговых центрах со многими начинками. Вот здесь те самые венские вафли, ну, в упрощённом, так скажем, варианте, стоят всего одна штучка 18 рублей. Ну и что самое главное, как говорят разработчики, руководство школы, что они учли пожелания учеников. То есть они собрали, так скажем, актив школы, поговорили с ними, спросили, чего же вы больше всего хотите. И попытались эти продукты и блюда сделать ещё и полезными. И поэтому получилось несколько уголочков. Вот тут тот буфет, который мы с вами видели. Это один уголок, такой маленький, так скажем, перекусить. Ну а основной уголок, он находится вот здесь, за моей спиной. Его здесь так и называют уголком здорового питания. И мы сможем пообщаться с представителем компании, разработчика этого проекта. Вот скажите, самое популярное блюдо у детей, вот их пожелание какое было? Ну мы, конечно же, настраивались на пожелания детей, да, очень они просили у нас пиццу. Мы реализовали это в этом проекте. Это 19-й проект нашей компании. Вот давайте посмотрим, как выглядит у вас контейнер, да? А это, я понимаю, начинка для пиццы разная? Да, совершенно верно. Начинки для пиццы это и овощи, и курица отварная, и колбасные изделия. Это все абсолютно безопасные для детей продукты, которые изготавливаются для них в виде их любимой пиццы. Вот вы говорили о безопасности. Ну вот мне кажется, что пиццу нельзя сделать безопасно. Она же так или иначе вредный продукт теста там и так далее. Абсолютно точно можно, потому что нужно правильно приготовить пиццу, нужно применить правильные, хорошие ингредиенты, хорошие качественные продукты, тогда пицца будет абсолютно безопасной. А вот что касается, давайте посмотрим цен, да, вот кажется, если такой у вас ассортимент богатый, есть салатики всякие, вот, и пицца даже, то, наверное, это приведет и к какому-то повышению цен. Вот я сейчас представлю прескуран, а вы поясните, пожалуйста, не подорожали ли обеды детские? Нет, конечно, обеды у нас не подорожали, потому что мы стремимся в детском питании к простому меню, да, и там используется именно простой продукт, который безопасен для детского питания. Ну, соответственно, простой продукт, он не может быть дорогим. Мы сохраняем ценовую политику уже достаточно много лет. Спасибо, Ольга. Вот сейчас мы как раз-таки пройдем, посмотрим, что же кушают дети. Все сейчас пришли первоклассники, кстати, я даже вижу Ангелину нашу, вот пойдемте мы к ней сейчас исходим, узнаем, как у нее дела, посмотрим, что у ребят на обед. Это омлет, омлет с сосисками, как я вижу, любимое блюдо, и чай с лимончиком. Ну, потихоньку начинают уже приступать к трапезе, ребята, первые в их кафе. Ангелин, привет! Ты по нам соскучилась? А мы по тебе немножко соскучились, так что извини, но чуть-чуть тебя еще подвлекаем. Видимо, уже много друзей новых появилось, и по нам совсем не стучает ребенок. Ну, в принципе, это нормально. Как вам обед? Вкус? Невкусно? Ангелин, слушай, детка, тебе сегодня что-то ничего не нравится? Обед не нравится, к мальчику на ручке не хотела. Ну, что ж такое? Тебе в школе-то вообще нравится? Не нравится в школе Ангелине, поэтому нравится. Хорошо? Ну, судя по тому, как особенно вот этот парень уплетает томлет за обе щеки, я думаю, что он вкусный, и угадали разработчики проекта с меню, и правильно его приготовили. Несколько слов еще хочу сказать о дизайне этой столовой, потому что не только пожелания дети высказывали по поводу блюд, но и по поводу того, как все будет выглядеть. И интересный момент. Руководство хотело, чтобы все выглядело, так скажем, в итальянском стиле. Такие цветочки, вода. Вот вы можете видеть, оставили здесь одну такую комнату, она за стеклом, выдержана в итальянском стиле. Это именно учительская. Но когда показали директор школы, учителя, этот проект детям, они сказали, нет, мы не хотим, чтобы такой была наша столовой. Нам добавьте, пожалуйста, побольше модерна какого-то. И все исправили, и получилось, что в таком стиле геометрии, как называют разработчики, все сделано. И еще хочу тоже вам кое-что рассказать. Дело в том, что компания эта, она уже этот проект реализовывала в других школах. И вот, Ольга, хотела у вас спросить, вот скажите, в других школах уже реализовывали, помогает ли это детей привлечь в столовой школьной, чтобы они действительно питались, а то же они обычно шоколадки горячие не будут и так далее. Конечно, конечно, помогает. Во-первых, сам интерьер, он способствует тому, что дети здесь учатся культуре питания. И подача блюда очень способствует тому, что детям вкусно. Они вкусно визуально сначала, но, естественно, вкусно и по восприятию. Поэтому, конечно, помогает, безусловно. Спасибо огромное. Ну вот, так что я думаю, что, по крайней мере, в этой гимназии дети теперь будут питаться здоровой пищей и правильной пищей. Ну вот, правда, насчет Ангелины я немножечко сомневаюсь. Лев, тебе слово. Лев, тебе слово. Спасибо, Настя. Это была моя коллега Анастасия Тимонщева на прямой связи. Она сейчас находится в московской гимназии 1409, где проект столовой вот этой замечательной создали сами школьники.